2024 год будет крайне контрастным годом. С одной стороны, это год, когда все, что вы знали и что вы предполагали о будущем, будет сломлено. Все, к чему вы привыкли, будет полностью изменено. Но с другой стороны, это строительство континентально нового мира. Мира, в котором старое рухнет, новое построится. Но вы прекрасно понимаете, что для того, чтобы организовать глобальную перестройку всего мира, требуется время. И требуется решительный мир. Это когда кто-то однажды приходит и говорит, что здесь этому дому не быть. И начинается глобальный снос. Ведь кто-то должен руководить этим процессом, кто-то должен рулить всеми мировыми процессами в мире. И самое главное, выстраивать новую почву, строить новый фундамент, новую логистику. Готовить население к тому, что оно будет переселяться. И 2024 год не просто год новых перемен. Я не говорю о том, что это будет ситуация знакомая вам. Любые перемены нам примерно знакомы. Здесь это то же самое, как выселиться на новую планету. Либо переехать на совершенно новый необжитый материк. Это новая платформа в экономике, новая платформа в политике, в логистике, в коммерции, во всем что угодно. В первую очередь мы будем говорить о сломе старых стереотипов. И вот что еще интересно отметить, что ранее, если мы говорим о тех же 2020 годах, существовала определенная тенденция. То есть 2020 год, условно говоря, по всей планете прошел один всадник. Всадник болезней. Еще позже я вам покажу, как он выглядит с нумерологической точки зрения. И он прошел, смел буквально все наше мировоззрение и настроил нас на новый лад. И ушел. В 2020 году началась огромная перестройка коммерческих продуктов, коммерческих процессов. Начали закладываться новые фундаменты под цифровые технологии. Это не только банковские цифровые технологии, но и, в принципе, взаимодействие между государствами и внутригосударственных процессов. Начались такие процессы, как самозанятые. Мы начали учиться по-новому работать. И это следующий этап. В 2022 году начались процессы, которые кто-то правильно понял, кто-то нет. Чуть позже я тоже вам покажу на знаках, что не было другого выхода ни у России, ни у целого мира. И этот всадник принес нам с одной стороны меч, с другой стороны щит. А с третьей новый этап, новая формация жизни на планете Земля. 2023 год не был исключением. И мы понимаем, что каждый последующий год приносит какие-то новые тенденции. То, с чем мы не справлялись раньше. 2023 год показал, насколько контролирующие органы, контролирующие страны теряют самое главное – почву из-под ног. Мы видим, как титаны буквально просаживаются на тех или иных этапах своих стратегических задач. 2024 год – это все вместе. Это одновременно и проблемы, связанные с всевозможными военными операциями, и большая глобальная пандемия – это одновременно слома экономической формации строительства новых этапов. Это полная перестройка всех мировых соглашений. И при всем при этом, к сожалению, будет наблюдаться огромная проблема в области климата и катастрофы. В 2023 году всех буквально ошарашила ситуация в Турции. И многие страны не были готовы к тем климатическим изменениям, которые мы наблюдали на протяжении всего года. СМИ многое, что скрыло от нас. Но все это есть в интернете. Вы можете посмотреть, как затапливало целое государство. Я уже не говорю об Арабских Эмиратах, которые буквально ушли под воду за считанные часы. Так вот, 2024 год – то же самое, только все вместе и в огромном, объемном потенциале. Такое ощущение, как будто все четыре всадника сядут рядом за стол и будут решать, кто из них мощнее, кто из них сильнее ударен по всему человечеству. Но во всей этой огромной глобальной машине перестройки есть несколько и позитивных нот. И первая из них – это Россия. Это тот самый, я не знаю, оазис на огромном континенте перемен. Это страна, в которой действительно можно будет не просто пережить бурю, а сидеть бок о бок друг с другом, понимая, что это государство встает с колен. Да, будет сложно. Будет очень сложно. Это год глобальных испытаний для каждого человека на планете и, в первую очередь, для тех стран, которые становятся лидерами, лидерами нового мира порядка. Плюс ко всему прочему, в этом году, в 2024 году, мы будем наблюдать выборы сразу трех глав государства, которые играют важнейшую роль в будущей мировой политике. Ну, в большей степени, конечно, нас должны интересовать выборы в России и выборы в Соединенных Штатах Америки. Но, как бы это странно ни звучало, уже не важно, какой президент победит США, потому что следующий год будет годом конца США. Я имею в виду ее гедемонии на всей планете. Это фактически полное, тотальное поражение США как бывшего уже мирового лидера. Не важно, кто победит. Это не имеет никакой роли в будущей мировой политике. И важно еще другое, что в нашей стране тоже не важно, кто победит. В любом случае, это строительство нового типа правления. Мы плавно и мягко переходим с республиканской, с президентской, скажем так, гонки на имперскую власть. И Россия рано или поздно сделает этот шаг. Это неизбежный шаг. Также хочу обратить внимание, что весь мой сегодняшний прогноз будет не только основан на норологических расчетах, но он будет как сосредоточение, то есть объединение огромного количества техник, которые мы уже представили вашему вниманию на различных курсах, книгах, семинарах, видеороликах и прочее. Поэтому те, кто у нас обучался, могут использовать этот материал в качестве, ну скажем так, некого практикума, повышения квалификации, как можно толковать значения на более глобальном формате. Сегодня я впервые сделаю прогноз, основанный на нашей методике, которая называется линейная диаграмма кармы. И потому мы будем очень глубоко разбирать каждый сектор жизни нашей страны. Ну и, конечно, я буду ссылаться на другие технологии, поэтому обратите на них обязательно ваше внимание. Итак, 2024 год – это тот самый период, когда у ночи наступает самое темное время. С одной стороны, это хорошо, потому что очень многие процессы спят, но с другой стороны, еще неизвестно, что облачит во всем этом мире ранний рассвет. Но ясно одно, что это итог, это то, к чему шел мир на протяжении достаточно большого количества времени, и уже наутро мы проснемся в совершенно новом мире. Поэтому 2024 год – это последний год глобальной перестройки, после чего мы будем просто уже разгребать, условно говоря, некие завалы и потихонечку, аккуратно, осторожно, методично выстраивать новый мир и порядок. Как сложится этот год? Сказать на самом деле очень сложно, потому что, с одной стороны, это может быть очень критически опасный год, год – начало Третьей мировой войны, о которой мы очень много говорили в предыдущих параднозах. Но, с другой стороны, если все-таки разум у западной цивилизации восторжествует, если сработают человеческие факторы, и они поверят в то, что новые лидеры мира принесут духовную пользу всему человечеству, то мы избежим огромного количества потрясений, огромного количества смертей. К сожалению, впервые за очень многое время, пока я даю прогнозы, впервые я говорю о том, что этот год, то есть 2024, может стать тотально катастрофическим для всей планеты, либо станет началом торжества духовного развития и нового понимания будущей жизни. В эпицентре всех этих событий, конечно же, стоит Россия, на что, конечно, хочется обратить особое внимание. Я сегодня немного затрону международное сообщество, но в большинстве буду все внимание уделять, конечно же, Российской Федерации. И здесь стоит сделать небольшой еще акцент, посвященный моим предыдущим прогнозам. Поэтому сперва я вам покажу очень простой прогноз, который мы делали еще в 2018-2019 году. Это таблица, которая основана на нашей книге «Воплощение души». Она указывает на некие тенденции, по которым будет продвигаться наше развитие, развитие нашей страны. По традиции я всегда именно с этого прогноза начинаю и хочу сделать акцент. Здесь очень важно, что здесь видна динамика. Минимальные показатели этого расчета минус 5, максимальные плюс 4, поэтому уже по тем или иным областям это будет видно. Но я вам покажу, как будет в динамике развиваться в 2023-2024 годы. Как мы видим, каждый сектор имеет свое толкование. И здесь речь идет о том, как данные события будут сказываться, влиять именно на народонаселение. То есть непосредственно на людях, на гражданах нашей страны. Другие прогнозы в основном будут затрагивать уже более крупные структуры, это властные структуры и, в принципе, понятие нашей страны как единого государства. Так вот, что мы видим. В 2024 году сила власти падает на минус 1. Как мы видим, у нас в 2021-м минус 5 было, тогда достаточно активно расшатывалась ситуация в России, но удалось взять под контроль. В 2022 году у нас плюс 3, в 2023 году максимально укрепилось до плюс 4, а в 2024-м она упадет немножко на минус 1. Я чуть попозже покажу, с чем это связано. И, конечно, нас стоит еще раз сделать акцент, обратить ваше внимание на то, что в 2024 году будут проходить выборы, выборы президента Российской Федерации, поэтому минус 1 при таком раскладе немножко настораживает, но мы на этом остановимся. И следующее – это здравоохранение. Это то, насколько много внимания будет уделено этой сфере. Мы видим, что в 2021 году минус 5, до стороны минус 4, в 2023 минус 5, то есть внимание нашего государства вообще не затрагивало, не охватывало этой сферы жизни, а вот в 2024 году плюс 3. Это очень важно, очень важно, потому что чуть позже я покажу вам динамику уже в прогностике, и вы увидите, что есть определенные хвосты, которые не были решены еще в 2020 году, и в 2024 году они могут знаменовать очень крупную пандемию, опять-таки повсеместно на всей планете Земля. И, конечно, внимание нашего государства будет приковано к этой сфере. Далее у нас идет новые технологии, в том числе здесь речь идет о логистике, о разработке цифровых технологий, информационных, искусственных интеллект и так далее. Внимание будет максимальным. То есть мы помним, да, у нас плюс 3 в 2023 году, и мы уже получали достаточно большие отклики от работы искусственного интеллекта в стране, внедрения цифровых валют и прочее. А в следующем году, скажем так, все внимание государства будет приковано именно к этой сфере. Это максимальный показатель по сравнению со всеми остальными. И что здесь еще хочется сделать? Внимание как акцент, да. Мы говорили о том, что к концу 2023 года сложатся все предпосылки для внедрения цифрового рубля. И в следующем году это не просто уже будет фундаментально закреплено. Очень похоже покажу непосредственно прогностики. Это будет неизбежным фактором. То есть, условно говоря, мы будем стоять на чаше весов, да. Либо тотальное разрушение капитализма и, в принципе, всей системы валютных операций, международных валютных операций, либо переход на тотально новый вид валют. Ну, в частности, цифровой валюты. Поэтому 2024 год, я говорю, будет слишком континентальным. Мы ночью ляжем спать с одним мироустройством, а в 2025 году проснемся в тотально новом мире. Бизнес и промышленность. Плюс 2 балла, несмотря на то, что в 2023 году мы помним бесконечные лозунги о необходимости импортозамещения, что требуется открытие, восстановление, скажем так, заводов на территории России. Все внимание уделялось военно-промышленному направлению. Но вот 2024 год акцент внимания будет, как вы видите, более высоким. Аж на целых 7 баллов повышение произошло. Это будет резкий переход в острую необходимость, начинать производство на территории России. И, кстати, хочу сказать, что год будет действительно очень сложным. И основной положительный дом в этом 2024 году, я бы сказала, даже единственный положительный дом, это дом бизнеса. Поэтому все, что будет связано с коммерцией, с непосредственным расширением промышленности и прочее, это все будет активно развиваться в 2024 году. Но там есть некоторые нюансы, тоже расскажу. Итак, следующее, это у нас права и свободы граждан, минус 3 баллов. Здесь, как мы видим, идет небольшое ухудшение ситуации. Нас не очень вдохновил 2022 год, точнее, сентябрь 2022 года. В 2023 году происходили тоже шлейф достаточно больших крупных перемен в законодательстве. В основном это касалось законодательства по бизнесу. Это очень серьезным образом ударило по чеке нашего шоу-бизнеса, по элите и прочее. Но, как вы видите, гайки будут закручиваться еще больше в 2024 году. Но не настолько глобально, чтобы мы могли так существенно переживать. Потому что бальность минус 3, максимум, как вы помните, то есть минимальный порог это минус 5. Международное отношение плюс 3, и, как мы видим, после 2023 года это прямой шаг вперед. В 2023 году минус 4, и то, как много удалось добиться. Мы фактически уже привлекли внимание африканского континента, закрепились на восточном направлении. Очень много внимания мы уделили Латинской Америке и другим государствам. Но пока это все выглядело на уровне таких вот, скажем, словесных договоренностей, без каких-то четких, ярких границ подписания тех или иных соглашений. А в следующем году как раз все внимание будет уделено именно конкретно лоббированию интересов России и в большей степени даже расширению влияния России на международном пространстве. В том числе, кстати, хочу сделать этот акцент. Очень многие страны, которые у нас сегодня, условно говоря, находятся в запрещенном списке, которые выступали против России в следующем году, будут потихонечку переходить на, не то чтобы на нашу сторону, на сторону здравого смысла. И это будет для них принципиально важной позицией. В противном случае это будет, ну скажем так, социальное гибель стран. Образование, культура, опять-таки тот же шоу-бизнес и так далее. В общем, развлекательная сфера. Хочу обратить внимание, что в следующем году мы, скорее всего, не просто восстановим некоторые, скажем так, творческое влияние нашей страны, но и будем активно продвигать свои интересы в этом смысле. Не удивлюсь, если мы будем выступать на каких-то международных соревнованиях, если откроем какие-то свои конкурсы, дабы, опять-таки, поддержать интересы других государств. Ну и прочее. То есть, фактически мы говорим о том, что мы возвращаемся в публичную сферу. Ну, правда, с другими партнерами, но, кстати, процент этих партнеров будет значительно выше, чем западный мир. Далее у нас частная собственность, все, что связано с недвижимостью и прочее. Как мы видим, этот параметр ухудшается. Мне очень часто задают вопросы с просьбой дать, ну, такие пояснения. Стоит ли не стоит сейчас покупать или продавать недвижимость, что будет с валютой, с ценами, ну, и прочее, прочее. И я уже этот акцент ставила и говорила о том, что, ну, так уж вышло, к сожалению, что в следующем году улучшения в этом вопросе не будет. То есть, цены будут продолжать повышаться и, более того, будет это происходить весьма скачкообразно. И если мы говорим на всей планете, да, то будет интересное событие наблюдаться, но оно будет косвенно затрагивать Россию, потому что в следующем году мы ярко отрежемся от большинства мировых экономических течений так, чтобы они не оказывали на нас никакого ни политического, ни промышленного, ни торгового, никакого влияния. Но это будет достаточно резкий, суровый шаг, который многие компании, которые работают на международном западном рынке, не оценят. Но это, как говорится, другие вопросы. В целом все будет выглядеть достаточно лояльно. Но если мы говорим о внутреннем рынке, это уже рынок недвижимости, да, то, как я уже сказала, он будет в этом вопросе ухудшаться. В отличие от иностранного сообщества, да, например, в иностранном сообществе будет наблюдаться прямо противоположная ситуация, поскольку вот эта вот достаточно яркая история с государственными долгами, когда те или иные государства имели, на мой взгляд, да, скажем так, не очень удачную позицию, что мы можем бесконечно занимать у других государств деньги. Вот это все будет прекращено в следующем году, причем тоже достаточно резко и остро. Поэтому страны с очень большим госбюджетом, это в частности Соединенные Штаты Америки, Японии, другие государства, они испытают глобальный политический и экономический кризис. Начнут лопаться очень многие, скажем так, вымышленные какие-то объекты экономики, в том числе, там, рынок инвестиций, да, валютный рынок, вот рушатся рынки недвижимости, кредитования, ипотечные рынки, ну, в общем, достаточно много. И на этой почве очень многие государства поймут, что нужно как-то перестраиваться под какой-то новый формат. И вот что интересно, опять-таки, я небольшой специалист в экономике, но то, что наблюдается по знакам, да, такое ощущение, что Россия в содружестве со своими партнерами пойдет на определенные уступки. Ну, знаете, как обычно бывает, нужно получить нового партнера, и ему понижают определенный диапазон цен, или, скажем, дают определенные льготы, или льготные условия по кредитованию, или отсрочки, или еще что-то. То есть, фактически, наша страна в содружестве с другими нашими восточными партнерами будет выстраивать новый типаж экономики, как в свое время делал Рузвельт, и мы будем давать льготные условия для вхождения в наш пакет, в наше содружество. И многие страны, в том числе европейские страны, захотят именно по этой причине, одна из причин, вступить с нами в прямой диалог. Что касается барона, ФСБ, МВД, реформы и всех вот этих вот процессов, как я уже тоже могу показать, в 2023 год плюс 4 было, то есть эта сфера, конечно, затрагивала определенные сферы жизни человека, очень много что реформировалось, но существенного отрицательного влияния не произвело. То есть, условно говоря, если говорить простым языком, то те реформы, которые проводились, они нужны были для того, чтобы немножечко, скажем так, сконцентрировать на чем-то внимание, сделать определенные акценты во внутренней политике, чтобы расставить приоритеты и кое-какие сферы взять под контроль. Но в следующем году очень многие реформы будут настолько неблагоприятно восприниматься населением, что многие будут крайне излишне недовольны. Но все же минус 1 балл – это не настолько серьезная и опасная ситуация, что мы, в принципе, с вами говорили о каких-то больших трагедиях в этом смысле. Еще тоже хочется сделать акцент на том, кому, скажем так, повезет в 2024 году, потому что год, как я уже сказала, очень контрастный, очень интересный, и он может принести как очень большие трагедии человечеству, так и, наоборот, огромный яркий подъем. И первое, на что хочется прям акцент поставить, это люди, рожденные в 1964 году. Опять-таки, все по китайской системе дали это исчисление, все зодиаки, условно говоря, там происходит определенное вращение, там и по цветам, и по мастям, скажем так, и полный круг происходит за 60 лет. Поэтому вот в 1964 году рожденные люди, они полностью соответствуют тенденции года. Знаете, как они наконец-то дождались того самого времени, когда они, как рыба в воде, находятся в своей стихии. Поэтому, если в вашем окружении есть такие люди, то обязательно обращайте внимание на них, на их советы, потому что они находятся в своей стихии, в отличие от вас. Также 2024 год в сумме 2 плюс 2 плюс 4 дает нам 8. Восьмерка – это планета Сатурн в нумерологии, это период кармы. И карма не всегда бывает отрицательной. Зачастую карма приносит то, что справедливо для человека, государства, для всей планеты. Если справедливо возрождение, значит оно будет. Если справедливо гибель, значит также это будет. Но единственное, на что хочется обратить внимание, что карма действует очень молниеносно и бескомпромиссно. Она кому-то даст глобальные дары и подарки, и настолько они будут яркими и заметными, что это может вызвать огромную зависть от других людей. Усланно говоря, еще год назад человек не мог свести концы с концами, но он был крайне талантлив, а вот в 2024 году вдруг неожиданно попал, как говорится, в дамки и добился более высоких результатов. Также будет действовать и наоборот. Те, кто давно заслуживал наказание, пройдут через очень большие испытания. Это касается и стран. Поэтому если мы говорим о том, что есть восточный сектор, в который в том числе входит и Россия, входит большую часть африканского континента, вот этот восточный сектор сейчас перестраивает всю мировую политику. И это судьба, такова судьба, что мы будем видеть возрождение этих, известно, регионов, а западный мир будет, к сожалению, рушиться. И те, которые будут при западном мире, будут в том числе испытывать большие неудобства. И вот в этом вопросе, что по знакам мы увидели, Евросоюз наконец начинает прозревать. Он наконец-то должен принять решение. Он остается западным миром и тонет, либо все-таки уходит в какое-то свое самостоятельное плавание, либо примыкает к России. Именно по этой причине практически весь год, 2024 год в Евросоюзе будет проходить под лозунгом необходимости принятия определенного решения. И с учетом того, что основная тенденция все же следующего года связана с приходом одновременно всех четырех всадников, которые будут бушевать и атаковать буквально все континенты, стоит вопрос, а выдержит ли Евросоюз подобное давление? Россия показала, что для нас нет преград. Западный мир уже практически стоит на коленях. А вот Евросоюзу еще будет предоставлена возможность выбора. С одной стороны, Запад, который ничего не даст. С другой стороны, сильный, благородный, честный партнер, которому может дать самое главное – природные ресурсы. Которому может дать путевку в жизни, в том числе стабильность и самое главное, чего нет в Евросоюзе – свободу. Свободу от давления внешних непонятных партнеров. Именно по этой причине основная тенденция Евросоюза будет отключение или переключение внимания. Это выход, скажем так, народа из-под влияния государственной власти. Мы не увидели там крупных бунтов, каких-то восстаний, революций, но определенный гражданский сдвиг происходить будет. Более того, он будет проходить как на самом низшем, так и на самом высшем уровне. И начнется действительно процесс прозрения, когда многие государства либо будут принимать для себя новые решения, выход из состава Евросоюза, соответственно, полное подавление силы НАТО, выход из этого альянса, либо, как я уже сказала, тонуть вместе уже с гибнущим кораблем. Ну, давайте теперь вернемся обратно к России и покажем, насколько сложный, но, с другой стороны, величественный путь ждет наше государство в ближайшее время. Итак, хочется сразу, прямо как из корабля на бал, показать нашу новую технологию. Кое-что я не уже ранее показывала в предыдущих наших выпусках, но сейчас хочется остановиться поподробнее. Это так называемая линейная диаграмма кармы. Она строится по наименованию государства Российской Федерации, берем в полном наименовании. Соответственно, дата основания с точки зрения нумерологического процесса, ну и, соответственно, вступление в законную силу Конституции страны. Это 25 декабря 1993 года. Мы уже выпустили в 2023 году первую группу, которая умеет производить расчеты по линейной диаграмме кармы, поэтому эти вводные данные, условно говоря, для них. Дальше мы по стандарту рассчитываем абсолютно всю матрицу. Единственное, в чем есть два глобальных исключения, это то, что циклы здесь все по 9 лет, то есть каждый период по 9 лет, но это стандартно для расчета юридических лиц. И второй момент, который очень важен, несмотря на то, что солярность с 25 декабря 1993 года, вся прогностика ведется как стандартно для юридических лиц 1 января. Вот, собственно говоря, некоторые вводные. Дальше вы сможете рассчитать самостоятельно. И давайте сделаем особое внимание на 2024 год, потому что мы сейчас с вами находимся одновременно в положительной и в отрицательной матрице кармы. Вот чем хороша как раз эта методика, мы можем смотреть как положительный путь развития, так и отрицательный. 2024 год выходит в положительной зоне в седьмой дом, а, соответственно, в отрицательный в одиннадцатый дом. Мы сейчас к этому подойдем. Итак, давайте, в принципе, рассмотрим, что же такое карма нашей страны, ее положительный и отрицательный сценарий. Ну, 1993 год, мы говорим сейчас о солярности. С 25 декабря 1943 года наша страна основалась как некое, условно говоря, юридическое лицо, как некая нация. Продолжила, конечно, определенные тенденции после Советского Союза, но все же есть своя карма. И мы начали с четвертого дома. Четвертый дом в нумерологии отвечает за род, родину, родовые традиции. Поэтому фактически наша страна продолжила родовые традиции. Более того, четвертый дом в том числе отвечает за энергоресурсы, то есть фактически за те природные блага, которые дает нам планета, которую используют практически все люди на планете для, скажем, комфортной, благополучной жизни. И поэтому в позитивном смысле наша страна опирается на опыт, традиции, соответственно, исторический дух наших предков, на патриотизм, на определенное, знаете, такое религиозно-духовное понимание себя как части этого огромного мира, огромной планеты. Также это опора на природные ресурсы. И этот фактор будет кармически положительным на протяжении всей жизни Российской Федерации. В отрицательном смысле это восьмой дом. Восьмой дом – это дом кармы. И мы очень хорошо помним, как, в принципе, основывалось наше государство после падения имперской России, после падения советской, скажем так, России. Поэтому карма, конечно, не очень в этом смысле благоприятна. Более того, это сразу знаменует нахождение нашей страны в зоне кризиса, потому что в карме существует несколько отрицательных домов, и в частности седьмой-восьмой дом и, соответственно, одиннадцатый-двенадцатый дом. То есть фактически страна только основывается и сразу попадает в холодный душ с ледяной водой восьмого дома кармы. Именно по этой причине нахождение в этом доме давало определенно неблагоприятные предпосылки для развития. И вот мы с 1093 по 2002 год мы шли в тенденциях кармы, пытались выйти из-под ее влияния и попадаем в следующую зону. Вы видите, она выделена красным цветом. Красным цветом обозначаем все, что неблагоприятно. И с 2002 по 2006 год выпадает еще одна сфера, которая даже в положительной зоне не дает положительных результатов. Это кризис политической власти. У нас существует, как вы видите, четыре этапа кризиса политической власти. Это с 2002 по 2006 год уже пройдены. С 2010 по 2019, 2019, речь идет о календарном летоисчислении, тоже пройдены. И следующие этапы, то есть, опять-таки, для тех, кто мечтает или планирует, или там что-то для себя в голове рисует, несбыточные мечты по свержению власти, изменению власти, или еще что-то. Друзья, ваш ближайший час икс, это 2062-2071 год. Поэтому я неоднократно говорила, что ничего сейчас в нашей стране, нашему политическому режиму, тому, что существует на текущий момент, ничего не угрожает. Любые попытки, любые какие-то притязания, любая критика на текущий момент не сыграет никакой роли. Следующий этап с 2080 по 2084 год. То есть, мы сейчас находимся в зоне повышенной стабильности. И вот мы вошли, соответственно, в период уже на текущей реалии, это, соответственно, седьмой дом с 2019 по 2028 год. Российская Федерация находится в седьмом доме, это дом перемен. То есть, мы сейчас говорим с вами о завершении 2019 года, то есть 31 декабря 2019 года. И вот с 1 января 2020 года мы вошли в яркую зону перемен, которая закончится 31 декабря 2028 года. Что-либо, скажем так, попрепятствовать невозможно. Это судьба. Более того, седьмой дом тоже, как вы помните, я говорила, является условно отрицательным. В каком смысле? Ничего невозможно изменить. Это как руль, который настолько закреплен, что даже если попытаетесь что-то в какое-то направление двигаться, ничего не изменится. И в этом смысле стоит 16-й аркан. Нумерологи знают, что 16-й аркан – это аркан строительства. То есть, в чем заключается глобальная перемена? Глобальная перемена заключается в строительстве нового порядка в России. И здесь стоит напомнить еще раз про, скажем так, положительные числа нашей страны. Одним из них является 20-ка. 20-ка – это имперская власть. Вот почему я неоднократно об этом говорю, что мы сейчас планомерно, мягко, очень тактически верно идем к тому, чтобы в будущем в нашей стране вернулась, ну, может быть, не царская власть, но как минимум что-то очень близкое к этому. Соответственно, власть будет сосредоточена в руках одной группы людей, в частности, даже в руках одного человека. И это будет что-то вроде царизма, в котором все население будет абсолютно доверять выбору этого человека. И мы к этому, собственно говоря, и идем. А в отрицательном смысле стоит 11-й дом и 4-й аркан в нем. То есть, либо мы сами глобально перестраиваем свое отношение и свою структуру, скажем, политическую структуру в России, либо 11-й дом, мы еще к этому не раз сегодня вернемся, это дом катастроф, это дом войн, это дом всевозможных преград, конкуренции, это дом бунтов, восстаний и, по сути, разрушения. Поэтому либо мы идем в плюс, либо в минус. И наш президент этот выбор сделал. И я обращаю ваше внимание на 4-й аркан. 4-й аркан – это аркан императора, это аркан самой сути власти, да? То есть, полная, тотальная гибель власти. Либо мы перестраиваемся на новый лад. Вот почему так резко изменилось политическое течение внутри страны. Вот почему так много совершенно непонятных, казалось бы, обратных движений. Еще буквально несколько лет тому назад мы говорили, но я не мы, в смысле политический режим говорил одни какие-то тенденции и выставлял определенные приоритеты, а сейчас прямо противоположные. И это правильный шаг, так и нужно действовать. Поэтому мы сейчас, находясь вот в этом промежутке времени, движемся по определенной траектории, которая является для нас судьбоносной. Еще хочу сделать акцент на вот этой структуре. Это тоже относится к курсу линейной диаграммы кармы. Здесь мы видим уже тенденции развития. И вот обращу ваше внимание, что на протяжении всей практически жизни нашей страны мы шли по отрицательному пути. И вот сейчас, в 2022 году, мы поднялись наверх и движемся уже по положительной матрице кармы. Мы видим, что в 2024 году стоит число 10. Напоминаю, что 10 в нумерологии – это экономика, это деньги, это финансы, это имущество, это благополучие, процветание. В общем, все, что связано с богатством. И наша страна в этом 2024 году достигнет, ну, не то чтобы пика богатства, но покажет всему миру, что она абсолютно независима в финансовом вопросе. Но дальше, как вы видите, идет небольшой спад. В чем здесь смысл? Когда мы поднимаемся на гору, да, это трудно, с одной стороны. Соответственно, как-то закрепляемся, прикладываем определенные усилия. Но с другой стороны, мы можем этой ситуацией управлять. То есть мы можем присесть, отдохнуть, мы можем чуть спуститься ниже, опять подняться наверх, что угодно. То есть мы можем управлять ситуацией. С 2024 по 2028 год – это как на санях скатываешься с огромной горки и изменить что-либо невозможно. Поэтому 2024 год, кстати, для любого человека, живущего на территории Российской Федерации, не исключение. Все, что вы сделаете как за дата какой-то, как некий рубеж, да, все это останется при вас и будет преумножено до 2028 года включительно. Например, вы сейчас без работы, да, в 2024 году вам нужно расшибиться в лепешку, найти работу. Более того, не просто найти, а максимально себя проявить, чтобы добиться высоких должностей, хороших зарплат. Это, кстати, очень легко будет сделать в 2024 году. Так вот, вы это сделали, и тогда до 2028 года вы обеспечили себя неизбежным ростом и увеличением того блага, которое вы сами себе дали. Если вы хотите круто изменить свою жизнь, перестроиться на совершенно новый быт, или на новую профессию, или на новый образ жизни, делать это в 2024 году, потому что на вершинных годах, это у нас, соответственно, 2024, да, вот еще 2015 год, да, на вершинных годах это как шарнир. Можно раскрутить шарнир, выбрать заданные для себя какие-то параметры, закрутить и, условно говоря, пойти на плюс. Тем более мы находимся в положительной зоне. Как мы видим, в отрицательной зоне в данном секторе стоит 22-й аркан. Это множество хлопот, это множество проблем. Я его часто называю медуза-горгон, и когда не знаешь, за что захватиться, все начинает одновременно разрушаться. У вас одновременно уволились с работы, вы одновременно пришли домой, поругались со своим молодым человеком, тут же узнали о том, что заболел ребенок. То есть все происходит одновременно. Вы представляете, от каких трагедий ушла наша страна? Это разрушение во многих сферах одновременно. Поэтому либо вы в 2024 год действительно активно развиваете себя и продвигаете себя в тех мечтах, которые вы планировали, либо вы не будете знать, за что хвататься. То есть все будет тотально разрушаться, и пусть это будет по мелочам, но это будет слишком много, и одновременно вашего внимания не хватит. Если мы говорим о тенденциях периода, здесь очень важный фактор, на это стоит обратить внимание. Смотрите, в 2024 год мы достигли пика, и уровень позитива, то есть перехода на положительный вектор кармы, составляет максимум 99%. Мы всегда оставляем 1% некой погрешности. В отрицательном смысле 58,9%. То есть говорить о том, что наша страна ошибется, рухнет, не выполнит какие-то планы или задачи, не сможет расправить крылья, да это невозможно. Невозможно, потому что практически в два раза сильнее поток плюса. Знаете, когда сильный воздух, даже кусочки оставшейся грязи немножечко смахивают, потому что мы будем двигаться молниеносно наверх. И уже в следующем этапе, это с 2029 по 2037 год, смотрите, тенденция ухудшается. То есть у нас сейчас это называется окно, либо сейчас, либо никогда, чтобы выйти на позитивный, положительный лад для нашей страны. И тенденция, наоборот, будет хуже в следующем периоде. Поэтому то, что сейчас, с 2020 по 2028 год, происходят тотальные, резкие перемены курса и настроения нашей страны, это абсолютно оправданно, верно. И другого выбора, и другого этапа для этого просто не будет. Итак, значит, как я уже вам говорила, что на текущий момент наша страна находится в периоде, когда с одной стороны все очень шатко и нестабильно, потому что мы перестраиваемся, но с другой стороны, сама тактика перестроения очень надежный и верный партнер нашей страны в ближайшее время. Ну а теперь давайте рассмотрим прогностику, которая непосредственно затрагивает все сферы жизни нашей страны на ближайшее время. Итак, мы с вами переступаем к изучению непосредственно прогностики на 2024 год. Опять-таки, те, кто у нас проходил обучение по курсу линейной диаграммы смогут сделать абсолютно все расчеты. Формулы вам известны, ничего нового здесь нет. Более того, я специально произвела расчет на 2025 год, чтобы, опять-таки, была видна динамика. Единственное, в чем заключается отличие, что раньше эти две схемы мы с вами рисовали в розь, как здесь, да, отдельно красный, отдельно зеленый. Здесь я, чтобы все-таки сэкономить немного места, разместила все в одном блоке. Соответственно, зеленый круг показывает позитивные тенденции нашего государства на ближайший 2024 год. Красный круг отрицательный. Также здесь удобно анализировать стационарные знаки, отрицательные знаки, блокирующие. В общем, очень удобно это делать на этой схеме. Для тех, кто, в принципе, впервые обратил внимание на нумерологию, как на дисциплину, позволяющую делать прогноз на быи события жизни, на любое государство, с одной стороны, как бы, может быть, кажется, что это выглядит как мишень. На самом деле, здесь очень много информации, каждый дом несет свою. Поэтому давайте разберем. Я буду разбирать те или иные события, анализируя и немножечко отсматривая назад, чтобы вы понимали, насколько ярко меняются тенденции. Все же, давайте еще раз сделаю акцент на том, что 2024 год однозначно не будет мягким. поэтому, когда я планирую, как я буду поздравлять своих подписчиков с Новым Годом, какие слова, скажем так, буду выбирать для того, чтобы расставить одновременно все необходимые акценты. Конечно, можно пожелать здоровья. Безусловно, оно очень понадобится в этом году, но все же я бы хотела в первую очередь попросить немножечко изменить ваше отношение к ситуации. Все дело в том, что, еще раз повторюсь, для того, чтобы мы с вами начали новый мир, для того, чтобы мы могли почувствовать силу нашего государства, этому нашему государству нужна наша поддержка и наше мужество. Что бы ни происходило, какими бы удивлениями не открывался тот или иной день или те или иные законопроекты, принимаемые на очень высоком уровне, вы должны понимать, что все это делается во благо будущего нашей страны и во благо строительства нового мира порядка. И, конечно, это должно претерпевать определенные жертвы. И эти жертвы мы, безусловно, будем нести. Но здесь стоит понимать, иногда нужно пойти на уступки для того, чтобы проснуться в том самом рассвете, в светлом и очень богатом будущем. Либо можно, конечно, начать сопротивляться, но шансов практически нет. Такова судьба. В одном из своих предыдущих выпусков я рассказывала о том, как происходит наследование власти. Если вы помните, я говорила о том, что согласно правилам наследования, оно делается по кресту, там я показывала, как это происходит, по стихиям, по кресту, право первенства, скажем так, лидирующего государства должна была получить не Соединенные Штаты Америки, а должна была получить Турция. Я вам очень подробно это объясняла в том видео, но Соединенные Штаты Америки фактически украли эту власть. А в следующем, в 2024 году власть должна была перейти от Турции к восточным государствам, в частности, Китаю. Но этого тоже не произойдет, потому что США сломала всю систему. И вот сегодня фактически Россия должна раскрутить назад все вот эти ошибочные решения, поставить на место те страны, которые должны были стоять в сторонке и дать возможность другим государствам занять их реальные, правильные, существующие места. Поэтому вам может казаться, что во многих решениях Россия вроде как бы не на своей стороне. Вроде как мы действуем благотворительно в пользу других стран или даже целых континентов. Но на самом деле, еще раз повторюсь, Россия в этом вопросе выступает справедливым союзником. Мы не хотим забирать то, что нам на текущий момент не принадлежит. Мы хотим стоять рядом с сильным партнером. Поэтому очень многие процессы будут направлены на то, чтобы помочь другим странам освободиться от тотального контроля западных стран и получить как бы свой путь, свою судьбу. Мы снова выступаем в роли духовного лидера. И по этой причине очень многие сектора нашего быта, к сожалению, окрашены в отрицательный цвет. Но если мы посмотрим, да, у нас 12 секторов, чисто визуально видно, что из них 10 секторов имеют отрицательное влияние. Вот эти серые точки говорят о том, что в этих зонах стоит блок. Но и это на самом деле не совсем корректная информация. Объясню, почему. Положительными остались восьмой дом и десятый. А я вам уже говорила о том, что восьмой дом в принципе не может быть положительным. Это дом кармы. То есть фактически из 12 домов только один дом, который будет абсолютно силен, не будет испытывать никаких неблагоприятных последствий. Поэтому год будет действительно очень сложный. И мужество каждому из нас понадобится. Мужество, мудрость и милосердие. Три фундамента, на которых будет держаться весь следующий год. И, кстати, хочу еще сделать маленький акцент, что в следующем году наша страна будет выстраивать очень крупные альянсы, как я уже сказала. Можно делать по-западному, да, сказать, это словно говоря, вот ты, 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 ты. В общем, мы все объединяемся, но я лидер, да. Наша страна так делать не будет. Наша страна будет выстраивать настолько правильные дипломатические отношения, что мы все равные партнеры. Такого, наверное, за последние, может быть, пару сотен лет не было. Всегда каждая страна пыталась как-то выделиться и стать главным среди главных. Но тенденции показывают, что прогностика будет в этом вопросе выстраиваться дипломатично. Здесь встает вопрос. Либо мир будет согласен на подобные условия, что есть четыре новых лидера. Напоминаю еще раз, это Россия, это Китай, это, конечно же, Индия и Иран. Четыре основных лидера. Либо их примут безоговорочно, без каких-либо компромиссов, либо начнутся те процессы, которые я сейчас буду вам рассказывать. Итак, давайте будем избирать каждый дом в отдельности. Первый дом, вот он здесь расположен. У него штое число в плюсе и тринадцатое число в минусе. Ну, для тех, кто хочет немножко визуала, тринадцатое число в нумерологии соответствует тринадцатому аркану второй. Это чистая математика, мы карты не раскладываем, просто визуализируем. Так вот, на карте изображен всадник, написано слово смерть. В нумерологии это знак смерти или трансформации. Причем речь идет о судьбоносных процессах, которые невозможно избежать. Всадник пришел и как бы священник не умолял не забирать из жизни, забирать дух умершего, это неизбежно. То есть, мы говорим о том, что в первом доме стоит неизбежный процесс гибели. Вопрос в том, а за что же у нас отвечает первый дом? Так вот, первый дом у нас отвечает в нумерологии, скажем так, в нумерологии стран. Он отвечает за в принципе само понятие власти. Речь идет о президентской власти в частности, также речь идет о, скажем так, авторитете власти, о самой структуре, я имею в виду о парламенте, каких-то верхних, нижних палатах, речь идет о министерствах и прочих-прочих моментах, это администрация, это какие-то комитеты, ну и другие подразделения структурные, которые фактически создают понятие государственности в нашей стране. Поэтому в отрицательном смысле мы видим знаки гибели той государственной модели, той государственной структуры, к которой мы привыкли. Что будет новое? Понятно, что это будет выстраиваться уже после выборов, и какие решения будет принимать правящая ячейка власти будет понятно позже, но здесь важно другое. Знаете, как иногда говорят, понятно, что что-то будет другое, понятно, что это сломится, но как мы к этому отнесемся? Так вот, на плюсе здесь стоит шестой аркан, вот, обращаю ваше внимание, шестой аркан это знак влюбленности, это знак семейственности, это когда развивается определенное чувство, но понятно, что говорить о какой-то любви к государству с точки зрения романтизма это невозможно, поэтому речь идет о патриотизме, поэтому с одной стороны происходит слом старой государственной структуры, с другой стороны население, народ, это примет не просто на ура, а с огромным патриотическим запалом, люди, наш народ, это будет ожидать, ему это будет нравиться, и вот этот сам дух патриотизма, он уже, видите, в первом доме встал и проявляет себя очень мощно и ярко, и это, еще раз повторюсь, неизбежный процесс. Также, к сожалению, есть еще и побочные прогностические эффекты, ну, скажем, западный мир может попытаться разрушить там президентскую гонку, попытаться вмешаться в эти процессы, дискредитировать, власть или каким-то иным образом повлиять на президентские выборы 2024 года, но ничего не получится. Если и будут какие-то, скажем, подвижки в этом смысле в плане отмены или сдвига времени, да, либо, возможно, переголосование или отсутствие голосования, в общем, любые перемены, которые могут произойти, они произойдут с абсолютного согласия и продуманной тактики правящей элиты, и более того, это будет правильно принято населению. То есть, еще раз повторюсь, все, что будет происходить внутри структуры нашей государственности, это будет у нас очень лояльно и положительно. Еще один момент, который тоже хочет сделать акцент по поводу той самой шестерки, сама по себе власть будет выстраивать политические диалоги, ну, скажем, с тем же международным сообществом. И если ранее мы, точнее, наш президент и его, соответственно, правящая ячейка встречались с различными государствами на высоком уровне, на официальном уровне, на неофициальном уровне, и всегда это заканчивалось определенными диалогами, и не было, практически не было подписано ни одного тактически важного документа, то вот как раз в 2024 году по шестерке будет подписано огромное количество документов. Условно говоря, будет избрана некая власть, определенные люди будут выстраиваться. Единственное, что 13 акан говорит все-таки о неизбежных переменах. Возможно, будет меняться министерский корпус, либо, может быть, что-то в палатах будет, какие-то подвижки новой партии зайдут, возможно, будет меняться премьер-министр, либо вот что-то, что-то все равно изменится, но на существенный расклад будущего это не повлияет. Так вот, все те соглашения, которые придерживались к подписи, они практически мгновенно будут подписаны после переизбрания. То есть, мы говорим о том, что наша страна будет выстраивать уже не по четверке, не деловые контракты с другими государствами, она будет выстраивать по шестерке семейственные, долгосрочные отношения с другими государствами. Речь идет о союзах, организации новых союзов, в которых будут приниматься, естественно, члены целыми государствами. И это, конечно, большой позитивный плюс для нашей страны. Следующее направление это второй дом. Второй дом отвечает за финансы, за экономику, за все, что связано с недвижимым имуществом и, по сути, валюта, ну, в общем, все, что связано с деньгами. Здесь мы видим, к сожалению, отрицательные тенденции. То есть, когда у нас в зеленых зонах стоят красные числа, это говорит о том, что позитивных настроев, к сожалению, нет. То есть, у нас стоит двойка отрицательная и семерка отрицательная. Давайте разбираться. До этого, если помните, я вам рассказывала про то, что у нашей страны, вершиной стоит десятое число. Я говорила о том, что нам ничего не угрожает в финансовом смысле. Благо состояние нашей страны в 2024 году достигнет определенной первой пиковой точки некой платформы, с которой уже до 2028 года будет идти очень резкий, очень насыщенный экономический рост. Я не отказываюсь от этих слов абсолютно. Несмотря на то, что стоят эти знаки отрицательные в прогностике, они лишь подчеркивают другой фактор. Например, число 7 в нумерологии это инженерные сооружения, это технические процессы. И очень часто они указывают на проблемы с логистикой, на закрытие определенных границ или логистических путей. Поэтому, если в этом году некоторые страны, ну, скажем, та же Прибалтика, еще думает, качается, стоит или не стоит закрывать определенные логистические дороги с России, пускать или не пускать грузы, товары и прочее, то в следующем году семерка говорит о том, что очень многие страны будут тотально перекрывать торгово-промышленные взаимоотношения с Россией, и это для них будет очень большой ошибкой. Почему? Потому что в отрицательной зоне стоит двойка. двойка отвечает за экологию, за природные ресурсы и за все, что связано с климатом. То есть, фактически, мы говорим о том, что, несмотря на кардинальный, мощный рост экономики нашей страны, нам придется переходить на новый тип экономики. Чуть позже мы еще тоже это разберем более подробно. И нужно будет максимально отказываться от тех транспортно-логистических магистралей, которые были раньше, и вкладывать деньги в строительство новых магистралей. И это будет происходить. И если вы, словно говоря, пытаетесь найти себе какое-то некое занятие волонтерского характера, либо, скажем, для заработка, то нужно обратить в следующем году внимание на две сферы. Первая сфера это, конечно же, экология, это сельское хозяйство, это агропромышленный комплекс, это все, что связано с восстановительными работами, с посевами, сельскими, в общем, все, что с этим. И второй момент, на который стоит обратить внимание, это строительство. Но речь идет о государственном национальном строительстве. Не в смысле мы строим частные дома или делаем ремонты в квартирах, речь идет о национальном строительстве. Потому что мы будем выстраивать крупные логистические магистрали, которые будут соединять страны нового поколения, страны, тоже Индии, Китая и других государств мы будем строить новые пути, как по морю, так и по воздуху, так и по земле. Поэтому на это стоит обратить внимание. Ну и, соответственно, мы видим, что сектор экономики будет очень сильно подавлен из-за необходимости строительства новых логистических магистралей и второй в связи с экологическими климатическими нарушениями. И вообще, на самом деле, следующий год, я бы даже сказала, что в большей степени будет противоперевать колоссальные проблемы именно в сфере климата. Природа в следующем году будет испытывать нас не только на прочность, но и на возможность жить в тех условиях, в тех городах, которые мы настроили по всей планете. Россия пострадает в меньшей степени, потому что двойка здесь стала не в свой родной дом, а в дом экономики. То есть, с одной стороны, да, конечно, мы, может быть, испытаем небольшое чувство голода, да, острую необходимость в экстренно быстром развитии сельскохозяйственного агропромышленного комплекса. Нам придется быстро решать вопросы о том, как засеивать поля, как их собирать, но самое главное, что на этом этапе Россия получит огромный политический бонус по сравнению с другими странами, в частности, страны Европы. И мы понимаем о том, что в следующий год будет неблагоприятен для сельского хозяйства не только в России, в принципе, по всей планете, в частности, в Европе. Они сегодня переживают очень тяжелую холодную зиму, надеясь, что летом можно, ну, как минимум, посадить какие-то поля, что-то вырастить, что-то продать, но этого не будет. Огромное количество затоплений, огромное количество пожаров, то есть климат будет буквально выживать людей из европейского континента. И тут два варианта. Либо все-таки повернуться лицом к России и попросить о помощи, либо оставаться уперто с Западом и проигрывать, по сути, жизнь, социальный комфорт всего населения Европы. И вот на этом этапе, как я уже и говорила, население Европы не очень агрессивно, но настойчиво будет выступать против своего правительства и буквально заставлять их отказываться от старых договоренностей и смотреть в сторону нашей страны. Иначе будут очень большие проблемы. Поэтому в сфере экономики, да, у нас будут определенные трудности, но они будут временного характера, потому что мы будем все внимание уделять десятому дому. Напомню, что десятый дом это дом бизнеса, промышленности и, по сути, косвенного дохода. Дальше следующий дом это дом третий. Третий дом отвечает за здоровье в данном контексте. То есть, фактически мы говорим о здравоохранении. И здесь я бы хотела акцентировать ваше внимание на те числа, которые тут стоят. Ну, во-первых, здесь нет положительных чисел. Видите, в зеленой зоне у нас стоит тринадцатый аркан. Не будем напоминать, что это значит. Это очень-очень опасное значение. Я бы сказала, что во всей карте прогностики это самый страшный знак. И также стоит отрицательно третий аркан. Поэтому давайте разбираться. С учетом того, что все числа в прогностике вращаются, один следует за другим, то очень легко просчитать на несколько лет назад. Особенно, кто владеет нашей техникой. Ну, давайте посмотрим в 2020 год. Все мы очень хорошо помним, чем он знаменовался. Третий дом у нас стоит девятый аркан. Девятый аркан аркан больниц, аркан болезней, аркан утрат. И девятка всегда забирает много, то есть несколько человек одновременно. Поэтому в третьем доме стоит не очень удачный девятый аркан, который в принципе говорит о болезни. А теперь смотрите, как интересно. 21 аркан, да? 21 аркан это аркан международного сообщества. То есть там уже в рамках прогностики каждый, кто проходил обучение по линейной диаграмме может самостоятельно произвести эти расчеты, то мы видим, что болезнь, которая охватит все мировое сообщество. Мы видим здесь пандемию. В 2021 году в третьем доме стоит десятый аркан, он положительный, два сторона аркана, отрицательный. То есть мы говорим о том, что очень огромные, большие деньги вливаются в здравоохранение как в России, так и в других странах. Давайте смотреть 2022 год. У нас в третьем доме стоит одиннадцатый аркан. Он тоже неблагоприятный. Есть арканы, здесь числа, точнее, у которых вообще нет положительного толкования. Одиннадцатый аркан, я уже вам говорю, как одиннадцатый дом, да? Это дом насилия, это дом войн, это дом конкуренции, катастроф и прочее. Поэтому мы понимаем, что на здравоохранение, на, скажем, медицинскую сферу, на жизнь и здоровье людей повлиял именно одиннадцатый аркан. И он, может быть, не отрицательный, то есть он не красный, в любом случае, это не тотальная гибель людей, но как минимум сказался, да? В 2023 году в этом доме стоит двенадцатое число, двенадцатое число, в принципе, в данном контексте оно положительное, поэтому не играет существенные роли. По двойке мы говорим о том, что очень многое зависело от экологически-климатических каких-то обстановок, незначительных, скажем так, вопросов, да? Вот когда есть сезонный грипп, и вот он пришел, сезонный грипп, да? То есть все действует в порядке, утвержденный самой природой. А вот 2024 год, еще раз вам показываю, да? Здесь стоит не просто тринадцатый аркан, а он отрицательный. Конечно, очень сложно сейчас, скажем так, в начале 2024 года делать глобальные заявления, но скажу, по крайней мере, как говорят числа, крайне высока вероятность прихода новой пандемии или какой-то иной угрозы гибли, массовой гибели людей. Это может быть третья мировая война, это может быть климат, огромное количество катастроф, это могут быть техногенные катастрофы, в общем, все, что угодно, вплоть там до падения какого-то метеорита из космоса, да, то есть мы говорим о том, что в сфере здравоохранения крайне высок риск большой гибели людей, поэтому, конечно, каждому из вас желаю здоровья и каждому желаю благоразумия в вопросах управления автомобилем, в экстремальных видах спорта, по крайней мере, нужно максимально снизить риски гибели. И если врачи говорят, что нужно что-то делать или предпринимать какие-то профилактические меры, значит, на это нужно обратить внимание, потому что знаки сейчас стоят более опасные, чем в 2020 году. Также хочу напомнить один из своих тоже прежних прогнозов, посвященных теме ковида. В свое время, когда он только-только появился, мы произвели большое количество расчетов, тогда на тот момент времени, помните, мы даже указали, насколько перспективно это заболевание, я тогда говорила, что оно будет иметь несколько волны, и последняя волна закончится в шестой фазе, она уже в принципе началась с 23 марта 2023 года по 13 мая 2027 года. Это последняя волна, когда мы можем, так сказать, бояться ковида, его последствий, и здесь не только сам ковид, но и те необратимые физиологические процессы, которые он оставил внутри нашего организма, это мутации, это появление новых каких-то вирусов на базе предыдущих и так далее, то есть сам по себе ковид, он окончательно уйдет в сторону только 13 мая 2008 года, мы об этом тоже говорили, и вакцина, как мы тоже уже говорили, появится, скорее всего, в Германии. Но вот пока так. И также хочу сделать акцент, что вирус, который в ближайшее время появится, он практически сразу, то есть вот как 1 января, в целом говоря, наступает, оно практически сразу будет проявлять себя на территории нашей страны и других государств. И здесь еще стоит сделать акцент на числе 3, потому что в третьем доме, как я вам уже говорила, стоит 13 аркан и третий. Третий аркан это аркан детей. Поэтому очень высока, в большей степени угроза именно для детей. Поэтому перинатальная смертность может быть крайне высокой. Болезни непосредственно среди детей мы уже видим в Европе и в Китае развиваются определенные тенденции и надо за этим внимательным образом следить. Вот. И сейчас надвигается такая эпидемия, такая болезнь, насколько она будет развиваться в следующем году, как микоплазменная пневмония. Поэтому обратите обязательно на нее внимание, тем более, что это тоже следствие ковида. Поэтому просто будьте аккуратны и внимательны. В общем, опасная сфера. Если мы посмотрим даже 2025 год, то мы здесь видим положительный 14 и 4 аркан, которые в принципе говорят о достаточно гармоничной и спокойной обстановке в этом вопросе. разве разве что в самой системе здравоохранения Российской Федерации будут происходить тотальные подвижки. Будут либо разрабатываться новые профессии в области медицины, либо новые подходы к лечению, либо может быть там новая форма обслуживания пациентов и так далее. Но это только в следующем году. А сейчас в 2024 году берегите себя, берегите своих детей. Дальше следующий четвертый дом, как я уже тоже говорила, это дом энергоресурсов, это по факту взаимосвязь государства и природы, это в том числе климат и все, что вот с этим связано. Мы здесь видим тоже отрицательные тенденции, к сожалению. В четвертом доме стоит отрицательный девятый и седьмой аркан. Про девятый аркан я уже вам говорила, это аркан утраты, аркан болезней, это аркан больниц. Поэтому те катастрофы, которые мы будем наблюдать на территории Российской Федерации и в большей даже степени за пределами нашей страны, они будут колоссально проявлены. Но, конечно, вы уже можете потихонечку посчитать и поймете, что ситуация будет немного усугубляться. В 2025 году здесь будет стоять положительная десятка, то есть в сферу защиты от климатических изменений и в добычу природных ресурсов будут вкладываться огромные деньги. В 2026 году здесь будет стоять 11 число, оно будет положительное, то есть могут быть оправлены травмы, но в целом все будет под контролем. В 2027 год у нас будет проявлен как 12 число, тоже в принципе не опасное, а вот в 2028 год здесь будет стоять 13 число, здесь будет стоять 11 число, и поэтому в 2028 году уже можно сегодня сделать прогноз, произойдет какая-то очень крупная климатическая катастрофа, она затронет не только Россию, но и огромное количество континентов. Будем надеяться, что это не связано с вероятными испытаниями каких-то орудий или оружий, будем надеяться, что это касается исключительно и только природных факторов. Но в любом случае, пока еще более-менее ситуация держится под контролем, а в 2028 году очень опасно будет. Кстати говоря, если будете мне ближе к этому времени спрашивать, стоит ли или не стоит нам переезжать на вулканические острова или жить на островах, у которых постоянное хроническое землетрясение, то вот, наверное, я сделаю уже сегодня акцент. Постарайтесь оттуда как раз до 2028 года съехать. Также, если вы помните, мы публиковали большую карту всевозможных климатических изменений, где будет подтапливать, где, соответственно, будут происходить разломы, поэтому все это есть на нашем канале, можете внимательно с этим ознакомиться. И, как я уже говорила, основной уклон будет происходить, ну, по крайней мере, в 2024 году в этом регионе, это Турция, вообще, восточно-арабский регион, и здесь не очень благоприятно. Почему? Потому что, с одной стороны, закипает обстановка в военном факторе, с другой стороны, подталкивает к изменениям и к всевозможным переселениям, передвижениям климатический фактор, и в этом вопросе дружба и коалиции, которые будет организовывать наша страна, станет огромной подушкой безопасности для огромного региона. Итак, следующий у нас пятый дом, который отвечает за, скажем так, сферу шоу-бизнеса, хобби, развлечения, спорта, и вот все, что связано с досугом, скажем так, большого количества людей, населения. Здесь у нас тоже отрицательные зоны, но зато есть и плюсы, да. Третий аркан говорит о том, что очень много внимания будет уделено развитию детей, возможно, будет открываться новая школа, новой секции, новой образовательной продукты. Как-то государство будет в этом вопросе очень активно продвигать свою политику и вкладывать достаточно большие деньги в развитие интеллекта, творческого, духовного потенциала детей. Также по девятке речь идет, отрицательная девятка, речь идет о том, что много внимания будет уделено системе здравоохранения и, скажем так, творческому порыву творческому развитию нашей страны будет очень сильно мешать опять-таки климатические и другие факторы, факторы, связанные с болезненностью определенного сектора населения. Еще на что хочется обратить внимание, на то, что тройка очень часто указывает на технологии, которые могут пригодиться в будущем. Ну, знаете, когда вы сажаете какое-то растение, например, семя, и оно произрастает, даст плоды только позже. Поэтому в 2024 году и опять-таки в сфере того же строительства, развития тех же цифровых технологий, научных технологий, спортивных технологий и прочее, наша страна будет закладывать какие-то семена, которые будут произрастать позже. Также до этого и плюс сверху указан 21 аркан, я вам неоднократно говорила, что наша страна в следующем году будет очень активно развиваться в космических технологиях, информационных технологиях и вплоть для того, что будет развивать новый тип оружия и все это будет уходить куда-то там высоко в космос и очень много денег будет вкладываться военно-промышленный технический сектр. То есть, конечно, стратегически важно для России сейчас все внимание уделить агропромышленному комплексу, сельскохозяйственному комплексу, но параллельно будут развиваться конечно и военные направления в том числе. Соответственно, что касается цифровых технологий, интернета и прочего, девятка за это в том числе отвечает, поэтому есть определенные риски, имею в виду, что риски потерять какие-то цифровые продукты иностранного происхождения, это может быть связано с санкциями, это может быть связано с волей изъявлений непосредственно нашего государства, поэтому вот все, что на протяжении последних двух лет шли разговоры о возможном перекрытии блочного, как минимум, каких-то технологий в интернете или сам интернет, очень высока вероятность того, что к этому прям вот плотную подойдут в 2024 году, либо будут какие-то ограничения в этом вопросе высказаны, либо тотальное закрытие определенных площадок и платформ, и при этом будет достаточно оперативно разрабатываться площадка для развития нашего собственного интернета или, скажем так, интернета, связанная с нашими друзьями, партнерами. Следующий дом это шестой дом, он отвечает за элиту, да, кстати, забыла сказать, что, точнее, я это говорил, но сделаю еще раз акцент в пятом доме, да, так как он положительный, то очень высока вероятность творческого развития нашей страны, то есть, скорее всего, кое-какие конкурсы, либо кое-какие, скажем так, публичные проявления нашей страны все-таки будут происходить. Возможно, нас допустят каким-то соревнованием, либо мы свои организуем соревнования, то есть, мы как-то будем очень ярко себя публично проявлять. И если все-таки Олимпийский комитет или какие-то другие организации задумаются о том, стоит ли не стоит пускать Россию, пусть очень хорошенько подумают, потому что тройка дает победы. Это, конечно, не победа в смысле первых каких-то глобальных мест, но это, как минимум, победы духовного, патриотического фактора, это победа как минимум того, что мы начинаем выходить на публичный ресурс. И те, скажем так, публичные люди, которые отказались от этого шанса, добровольно отказались, уехали из нашей страны, злословили в отношении нашей страны, очень сильно пожалеют, потому что площадка будет с вас очень активна. Итак, вернемся к шестому дом, который, уже говорила, отвечает за элиту, поэтому под государственной прослойкой всегда находится прослойка, ну, не то чтобы приближенных, но как минимум тех людей, которые какое-то косвенное влияние оказывают. Это крупные промышленники, крупные предприниматели, это банковская сфера, да, это те же самые публичные люди, которые уже не столько творчески развиваются, сколько творчески, политично развиваются внутри нашей страны, и плюс это всевозможные, скажем так, теневые структуры, да, и вот здесь мы видим, что дом тоже отрицателен, отрицателен он в каком смысле, что очень много элиты в следующем году по каким-то непонятным причинам откажутся от России, то есть фактически мы будем говорить о том, что элита начнет тотально выезжать за пределы России, причем это будет связано с их добровольным выбором, здесь нет отрицательных чисел, семерка стоит в плюсе, это добровольный отказ, добровольный уездами, при этом, как мы видим по четверке, все то, что они наработали, все то, что они создали за все это время, это будет, ну скажем так, оставлено без каких-либо возмещений, убытков и прочих, поэтому элита в следующем году очень серьезно пострадает и в каком-то степени, как мы видим по прогностике, это будет являться очищающим фактором, крайне полезным, еще этот знак говорит о том, что в принципе вся элита, вся прослойка между государством и, скажем, народом, она будет практически вся заменена. Еще раз повторюсь, опять-таки, по прогностике ощущение, что сама по себе структура власти будет таким образом перестраиваться, чтобы не опираться на элиту. мы видели, насколько это тесная была связь на протяжении 20 лет, но вот сейчас, скажем так, корпус олигархов, корпус банковских работников, это министерства и другие подразделения, они будут претерпать большую ротацию, будет все меняться, перестраиваться, появятся новые политические фигуры, новые глашаты или, скажем, новые коммерческие лидеры, и ввиду того, что будет перестраиваться сама по себе структура экономики и вообще весь промышленный комплекс России, будут перестраиваться стратегии, будут перестраиваться партнеры и направления в тех или иных областях и сферах жизнедеятельности нашей страны, то потребуются новые политические яркие фигуры, поэтому элита будет перестраиваться. И очень многие сейчас тоже в интернете обсуждают вероятность, скажем так, замещения теневой структуры с одной на другую, там вопрос спецслужб обсуждается и прочее, да, судя по знакам это происходить будет, но достаточно в мягкой форме, знаете, как из разряда ребят, вы планировали, но вы проиграли, а раз уж вы проиграли, тогда даем вам возможность добровольно, без конфликтов, без скандалов, без эмоций в СМИ покинуть нашу страну, то есть никаких таких супер глобальных потрясений в этом вопросе не будет, но элита будет на протяжении всего года, скажем так, устанавливаться, и только в 2025 году, когда мы получаем восьмерку в это положение, только тогда мы можем сказать о том, что полностью закреплена некая подошва, фундамент, на который будет опираться в последующем государственная власть. Так что будет вот в этом вопросе в течение года постоянно нестабильно. Может быть, конечно, визуально нам будет казаться, что все стабильно, как обычно, но структурно внутри будет меняться как на, как я уже говорила, секторе госструктуры, госвласти, так и в более глубоких теневых слоях. Следующий дом восьмой. Вот он у нас первый вышел положительный, да, ну, как сказать, он положительный. Восьмой дом не может быть положительным, потому что он дом кармы. И когда мы, в принципе, делаем прогноз по человеку или по государству, по какому-либо проекту или даже юридическому лицу, я лично всегда, ну, вы знаете, я люблю всегда по критическим аспектам смотреть, да, все-таки я инженер по образованию, поэтому первое, на что я всегда обращаю внимание, это восьмой дом. Дальше уже так взглянула одним глазком, все понятно, и дальше уже начинаю идти по остальным домам. Так вот, восьмой дом, дом кармы. Если он положительный, а в нашем случае он не просто положительный, он очень сильно положительный, сейчас вам покажу. Вот этот дом говорит о том, что что бы ни происходило, то есть, условно говоря, будет рушиться весь мир, все материки пойдут в движение, пойдут какие-то крупные политические перемены в структуре США, насчет разрушаться это государство, начнутся какие-то поползновения войны США с Венесуэлой, другими государствами и прочее. В Европе там какие-то катаклизмы, битвы, баталии там народа со своим государством, все. То есть, везде все, и плюс еще не климат, да, и голод, в общем, все. Болезни, пандемия, все может рушиться по всему миру, но наличие вот этого 16-го аркана, который имеет 99% силы, это максимум, внутри нашей положительной ячейки кармы говорит о том, что нам ничего не страшно. То есть, условно говоря, у нас есть иммунитет от всего, что бы не происходило. Седьмой аркан, он тоже достаточно сильный, но по сравнению с самым сильным арканом он не играет никакой роли, то есть он практически стер, знаете, как будто бы такая незначительная величина. Поэтому в восьмом доме, когда мы смотрим, что в принципе ставят положительные значения, это говорит о том, что нам ничего не угрожает, что бы ни происходило. Просто нужно довериться ситуации. Ими не мельчиши, да. Я в ближайшее время, кстати, опубликую дополнительную статью в закрытом клубе, поэтому вы сможете ознакомиться с ней, как определять некие тенденции, скажем, в натальной карте прогностики того или иного старства или целого даже континента, если мы говорим, в Австралии, да. Тут что нужно посмотреть? Мы смотрим в восьмой дом, какие там стоят числа, да. Шестнадцатое число у нас отвечает за экономику. То есть положительные тенденции и защита, которые ставят судьба, карма, высшие силы, там, неважно, во что бы вы ни верили, я лично верю числам, поэтому для меня знаки ставят числа, так вот чисто поставили абсолютную защиту на экономике нашей страны. Еще раз, чтобы там скачки курса в следующем году будут просто катастрофические. Это могут быть там резкие взлеты, там, чуть ли не там 200-300 до, там, минуса там 70-80-90, то есть резкие перепады валюты. Я уже не говорю о том, что проблемы с природными ресурсами не могут не давать последствия на этом рынке в том числе. Это падение или резкий рост цен на нефть, на золото, на какие-то другие, соответственно, ресурсы природные. Плюс ко всему прочему, когда мир поймет, что только в России можно вырастить те или иные продукты питания, когда только в России можно безопасно производить какую-то продукцию, и когда европейские страны поймут, что перекрытие рынка никак не повлияло, потому что мы работаем на восточном теперь, направлении, развиваем другие технологии логистики, то они начнут паниковать. Это тоже будет сказываться на котировках валюты и на каких-то индексах и прочее. Все это будет постоянно находиться в хаосе. В этот момент сразу страны думать, а где нам брать деньги на то, чтобы восстанавливать после климата все, что происходит, разрушенные города. Ах, мы вспомним про кредиты, а мы вспомним, как мы кредитовали Украину или какие-то другие государства, а кто нам деньги будет возвращать, и тут же к США обратят свой взор и так далее. То есть вы понимаете, что в следующем году вот этот хаос экономический, продиктованный абсолютно точно, продиктованный стратегическими ошибками и неумение правильно, логически, здраво мыслить в виде, что происходит с климатом нашей планеты, все это для других государств будет играть колоссально отрицательно. А Россия будет по 16 аркану, что только 16 аркан? 16 аркан, это аркан башни. Это, знаете, вот такое вот, если визуально представить, это стоящее очень на широком, мощном фундаменте здание, помните, нуф-нуф, наф-наф, ниф-ниф, вот мощное каменное здание, которому ничего не страшно. Все уже домики посносило, поуносило, но наш фундамент 16, эта экономика, ничего не помешает, ну, кроме незначительных внутренних процессов. И в отрицательном поле мне не очень тоже нравится, 7 аркан отвечает за международную логистику, поэтому все-таки акценты, которые ставит карма в 8 доме, в плюсе, колоссальный плюс по экономике и в минусе колоссальный минус по логистике и ограничениям. Возможно, это будет связано с вероятной пандемией, то есть опять идут какие-то блокады, это может быть санкционная, очень жесткая политика, принуждение, последний шанс. Но западный мир не понимает дипломатического диалога. Они не понимают, что к нам можно просто прийти и сказать, дайте нам зерна, мы же дадим. Вот как сделала Африка, пришла и сказала, мы дали, а если мы говорим о западе, они все время хотят навязать свою какую-то позицию, свою политику. Они будут думать, что раз нам плохо, то надо в последний раз надавить на Россию, попробуйте еще каким-то образом угнетать санкциями и прочим. И они не понимают, что мы уже потихонечку развернулись, и нам, наоборот, хочется только помогать. Что касается девятого дома. Девятый дом, это дом международных отношений. И как вы видите, здесь тоже у нас стоит тринадцатый аркан, еще раз сделаю на нем акцент, тринадцатый аркан, стоит положительный одиннадцатый аркан, и сейчас мы будем как раз это толковать. Так вот, в международном доме тринадцатый аркан, вы знаете, это аркан смерти, это аркан тотального его перестроения. И это еще раз напоминаю, аркан судьбы, поэтому фактор неизбежный. Так вот, в чем заключается суть. В нашей стране придется по одиннадцатому аркану, от аркан еще хирургии, ножей, да, резко, одним буквально решением отрезать от себя старое, увядающее мировое сообщество. Вещь идет, конечно, о западном мире в частности. И плюс ко всему прочему, мы говорим о кардинальной смене тактики работы с иностранным сообществом. И если, скажем так, в 2022, в 2023 год, мы ввели достаточно лояльную политику, политику рукопожатия, политику улыбок, политику обещаний, то сейчас мы будем вести себя по одиннадцатому аркану с большим проявлением силы. То есть, это, конечно, не говорит об агрессии, одиннадцатый аркан стоит в плюсе, да, это вот, условно говоря, опять-таки, посмотрите на само значение, да, лев это опасное животное, с которым представитель, скажем так, духовного мира общается на уровне гармонии. То есть, это сила на уровне доверия, на уровне уважения, на уровне признания равноправности партнера. Одиннадцатое число это две единицы, каждая единица это лидер, то есть, это союз равноправных лидеров. И вот такую равноправную политику, еще раз повторюсь, будет вести наше государство, резко обрубая всю агрессию Запада, не воспринимая вообще даже близко любые нападки. Но, с другой стороны, еще один фактор, который чуть позже раскроется шире, напоминаю, что 11 аркан это аркан конкуренции, в том числе, это аркан войны, это аркан препятствий, нападений и прочее. У России 11 аркан в данном контексте стоит в положительном значении, это говорит о том, что даже если мы и будем выступать в качестве военных союзников, мы будем выступать не на своей территории, а на территории других государств, и для нас это будет очередное проявление силы, триумф нашей государственности, и на этом этапе мы видим, что достаточно большая помощь будет оказана другим странам в военно-политическом смысле. Еще один маленький, пока косвенный признак еще одной проблемы следующего года, это крайне высокие риски наступления третьей мировой войны. Здесь еще важно, какой акцент сделать. Для того, чтобы войны не было, тенденции очень высоки, я об этом говорила много и давно, сейчас вы это видите, насколько она ярко проявляется, так вот, в чем здесь смысл? Если мы успеем выстроить очень четкий, очень гармоничный, очень, скажем так, равноправный, союзнический тандем государств, то есть фактически сломаем прежние союзы и выстроим новые на территории всей планеты, то, возможно, нам удастся избежать третьей мировой войны. Я пока на это очень сильно рассчитываю и надеюсь. Но для этого нужно проявить абсолютное единство и быстрое, срочное объединение новых политических мировых лидеров. Тогда, условно говоря, если мы быстро объединимся, а тенденции к этому безусловно есть, особенно если элита не будет мешать, то тогда мы создадим настолько мощную коалицию, против которой не пойдет никто. Тем более, как я уже сказал, что Европа в этом вопросе будет шататься и скорее не поддержит западный мир, чем поддержит. Десятый дом, единственный положительный дом в нашей карте отвечает за сферу бизнеса, за сферу карьеры, промышленности, опять-таки строительство уже гражданского характера. Здесь абсолютно положительный аркан. То есть эта зона позитивна. 17 число энергетически более сильное, чем 5, поэтому в любом случае перетянет на свою сторону, что бы там ни происходило. В каком смысле минус? Пятерка это верховный жрец, в который не совсем понимает, то есть мы же минуси то есть верховный жрец, который не совсем понимает общее течение жизни. То есть фактически те люди, те компании, те сферы жизни, которые не будут подстраиваться под новые технологические государственные реалии, которые будут придерживаться старых курсов, рискуют проиграть. Ну, как я уже сказала, для страны это будет незначительный фактор, потому что 17 число значительно сильнее. Плюс пятерка еще говорит о контрольно-надзорном вмешательстве, поэтому я, честно говоря, уже давно жду этого, надеюсь на это, вот очень волнительно в этом смысле отношусь к этой прогностике, потому что я считаю, что в нашей стране нужно существенно усиливать надзорно-контрольный аппарат и пресекать всякие действия гражданских лиц, которые нарушают закон. Я имею в виду закон предпринимательской деятельности, вот это бесконечное оказание услуг мимо кассы, мимо налогов, мимо качества услуг, они отвечают за свои слова и прочее. Вот в следующем году по пятерке совершенно очевидно, что этот сектор будет хорошо пресекаться к государству и в каком-то смысле многие, кто работает нечистоплотно могут испытать дискомфорт. Что касается положительного 17-го аркана, 17-й аркан это аркан звезды, это аркан творчества, это аркан публичности, это аркан в какой-то смысле стратегической радости, когда какие-то творческие идеи ярко поддерживаются государством и вкладываются большие деньги в развитие. Плюс 17-й аркан это аркан звезды, то есть космоса, то есть мы понимаем, что в ту сферу будет вкладываться очень большое количество денег, 17-й аркан это еще аркан военно-промышленного комплекса тоже мы об этом говорили уже и также 17-й аркан это аркан творчества и публичной известности. То есть если сейчас мы вели себя достаточно скромно, условно говоря, да мы знаем, что мы лучшие в спорте или знаем, что мы лучшие в каких-то военных вопросах, то в следующем году мы будем получать признание, то есть фактически мы будем видеть на обложках всевозможных СМИ, что официально признают Россию лучше в этой области и лучше в этой области плюс начнут возвращаться тенденции, когда наших специалистов, наших ученых, наших тренеров, спортсменов начнут снова приглашать в качестве консультантов в различные области, то есть мы начнем возвращаться, нас начнут говорить и мы выйдем из тени. Конечно, это даст огромный толчок в продвижении идей, которые развивает наша страна и 17-й в том числе это аркан именно цифровых технологий, то есть условно говоря передача бесконтактных электричества, интернета, то есть чего-то бесконтактного, конечно, это речь безусловно о цифровых технологиях и оно будет развиваться очень активно и позитивно для нашей страны. 11-й дом, наконец-то мы до него дошли, наконец-то, потому что я хочу вам на этот раз показать, почему мы всегда говорим, что в 2024 году крайне высок риск наступления Третьей мировой войны, потому что такие знаки стоят в прогностике. Ну, во-первых, 11-й дом, еще раз напомню, это война, это конкуренция, это, скажем так, кризис, определенный военный и все, что связано с рисками для жизни, но не с точки зрения здоровья и климата, а именно с точки зрения насильственных действий странных тех или иных лиц. Так вот, мы видим, в 11-м доме стоит отрицательный 13-й аркан, вы уже к нему наверняка привыкли, даже если вы не изучали нумерологию, вы знаете, что 13-й аркан смерти. И когда аркан попадает в свою ячейку, то есть 11-й дом отвечает за войну и риск гибели, и там стоит число, которое тоже отвечает за войну и риск гибели, это называется аркан, стоящий в своей ячейке. Это очень блокирующее сильное положение. То же самое у нас было в 3-м доме, то есть, помните, болезни и 13-й аркан, и, соответственно, здесь тоже 13-й аркан. Но здесь положительный 21-й, это очень большой плюс, потому что, во-первых, это говорит о том, что сама по себе вероятная война 24-го года, она все-таки будет проходить не на территории России, это очень большой плюс, бонус, я бы сказала даже, но она будет проходить на территории других государств. Как я уже тоже говорила, что наша страна будет, скорее всего, принимать очень активное участие в военной помощи своим союзникам в других регионах, дабы построить ширину платформы, фундамент для нового мира порядка. В этом новом мира порядка каждая страна будет являться равноправным партнером, и, конечно, для этого требуется огромное количество усилий. Поэтому на территории нашей страны как таковых существенных военных действий происходить не будет, но, как вы понимаете, население отчасти будет затронуто в эти процессы, но речь идет о не о гражданском населении, речь идет о военно-подготовленном, профессиональном, тем более, что 21-й Аркан как раз говорит о пограничниках, то есть это о военной службе. Риски такие существуют. Если мы посмотрим с вами на 2022 год, то здесь у нас стоит 19-й и 11-й Аркан. Вот 11-й Аркан напоминает Аркан войны. Здесь, кстати, надо убрать точечку. Кстати, если будете строить, здесь ошибка, здесь не должно быть точки. Он позитивный, полностью. 11-й дом полностью позитивный. Вот, казалось бы, 2022 год. 19-й Аркан это Аркан статуса, власти, властных решений, и, по сути, действия, которые будут разворачиваться внутри страны под воздействием 11-го дома. 11-й дом это дом войны, конфликта, в том числе мировых конфликтов, в принципе, военный сектор, это конкуренция и прочее, она усиливает власть. Видите, 19-й Аркан, она усиливает власть. А сам 11-й Аркан для нашей страны 11-е число это один из самых мощных позитивных знаков. Это главное число. Ну, кто изучал линейную диаграмму кармы знает, что существует три главных чисел, три категории главных чисел. 11-й Аркан является одним из таких главных чисел. И оно стоит у нас в плюсе. То есть, как правильно говорят, кто с мечом в Россию придет, тот от меча, собственно говоря, и убежит. В лучшем случае, да? И этот знак, стоящий в отрицательном доме, делает его автоматически положительным. То есть, нет отрицательного сценария по 11-му дому в 2022-м году. В 2023-м году в 11-м доме стоят, условно говоря, тоже положительные знаки. 20-ка значительно сильнее 12-го Аркана, поэтому дом положителен. 20-е число это род, родина, это национальные интересы, это патриотизм, который основан на 11-м доме. И мы видели, как ярко поднимался дух национальный именно на почве наших побед. 12-е число это недопонимание, оно, скажем так, в меньшинстве осталось, потому что знак очень слабый с энергетической точки зрения. А вот в 2024-м году мы наблюдаем очень опасные тенденции. То есть, условно говоря, вероятность этой войны очень высока. Она будет происходить на, скажем так, на конкурирующей территории, не на нашей территории, но все равно частично мы будем во все это вовлечены. Вот, и поэтому я и говорила, что будет, да, происходить. С одной стороны, очень высока вероятность вступления России хоть на чужих территориях, но в Третью мировую войну. Это, безусловно, тенденции, связанные с глобальной перестройкой валютных операций, вообще валютного рынка. Это катастрофы, катаклизмы, безусловно, риск пандемии и вообще каких-либо крупных болезней. И главное, что это перестройка структуры, государственной структуры на территории Российской Федерации. То есть, это такой достаточно мощный период, когда за один год сломается все, что мы знали, и построится что-то новое. И это новое, как мы видим по знакам, достаточно позитивное. Мы сейчас тоже это рассмотрим. И последний дом, который у нас остался, 12-й дом, это дом непосредственно настроения народа. Это дом нашего отношения к всему, что происходит. Здесь очень интересно рассматривается первый дом, дом власти и, скажем так, политических амбиций. И 12-й дом, они находятся вместе. Причем, если смотреть по ходу движения, то 12-й дом, дом народа, он как бы стоит под подошвой. То есть, государственная власть опирается на мнение народа. И что мы здесь видим? В положительном смысле стоит 5-е число. Напоминаю, что 5-е число это верховный жрец. Поэтому это однозначно говорит о духовном росте, скажем, росте нравственно-политических настроений внутри нашей страны. Это абсолютное доверие и понимание всех процессов, которые протекают. И даже если человек был ранее аполитичен, не трайно-политичен, человек был, скажем так, недостаточно информирован в вопросах политических режимов, 5-ка, кстати, это еще знак политики как таковой, то он начнет этим интересоваться. И если ранее кто-то не высказывал своего мнения или не выражал определенной поддержки, то сейчас мы будем наблюдать прямо противоположный рост. И те, кто занимается интеллектуальным развитием, духовным развитием, творческим развитием, профессионально-творческим развитием, они получат очень большую поддержку, и почву для развития. Что касается отрицательного значения по двойке, двойка это знак, еще раз напоминаю, экологических и климатических катастроф, поэтому население будет находиться под влиянием климата, и очень многие слои населения от этого фактора пострадают. То есть, как мы видим, вот фактор 2-го и 13-го числа постоянно повторяются в тех или иных домах, и они носят исключительно отрицательный фактор, поэтому даже если удастся избежать крупной пандемии за счет профилактических мер, даже если удастся избежать Третьей мировой войны за счет быстрого, яркого роста коалиций в будущем правящей элитой нашей планеты, то все, что связано с экологическими и климатическими фактами, к сожалению, избежать не удастся. И еще раз повторюсь, очень сильно пострадает именно сельскохозяйственный агропромышленный комплекс в этом смысле, и нашей стране придется все внимание в большей степени уделять непосредственно этому сектору экономики. Те, скажем так, министры, те правящие элиты, которые будут стать максимально близко к этой сфере, то есть даже не о природных ресурсах идет речь, именно восстановительные процессы после катастроф, это посевы, это добыча природных ресурсов, именно их переработка, вот они будут испытывать очень большой экономический рост. Еще у нас есть дополнительные знаки, которые указывают на так называемую тягу. В нумерологии это понимание того, что к чему все-таки претерпевает прогностика, то есть мы проанализировали все, мы видим, что на положительном поле у нас 16,6%, то есть люди не до конца будут понимать, а что позитивного происходит на планете, и есть ли какие-то шансы получить какие-то бонусы, всего 16,6%. В отрицательном смысле мы почувствуем итоги года на 83,4% в минусе, то есть мы с вами встречаемся 31 декабря 2024 года, подводим итоги, и вы говорите, ну как бы, конечно, мы вам поверили, мы услышали, что там вроде как какие-то тенденции на будущее, развитие, но как-то, знаете ли, не очень все было, да, это по той, по той причине, что общие, скажем, эмоциональные тенденции года, они носят отрицательный характер. но я вас в принципе и заранее предупреждаю, что год будет очень сложным, но нужно довериться, невозможно войти в новый мир, не сломав предыдущий, не выстроив новое, а строительство достаточно длительный процесс. И если вы посмотрите на тенденции, в позитивном смысле 33,3%, 66,7%, сравнивайте, показатели, то есть нам в 2020 год показался, ух, какой неприятный, а тут 16,6%, 83,4%, вот и сравните. Дальше ответственно 2021, 33,3%, тоже 66,7%, то есть позиция не поменялась, еще сохранялись тенденции после ковидные и было некомфортно. 2022 год позитивно 75,0%, то есть несмотря на СВО, несмотря на обилие санкций, в целом наша страна приобрела достаточно хорошую подушку для развития. 2023 год небольшой идет спад и в 2024 году мы приходим к колоссальному эмоциональному спаду, но надо это выдержать. Почему? Потому что есть такое понятие как тяга, в тяге стоят знаки скажем так самого худшего сценария и самого лучшего сценария и как мы к этому должны прийти. В худшем случае стоит двойка, двойка, напоминаю, это еще раз, это климат, это катастрофы и это худшее, что может произойти. Почему? Потому что мы на это не можем повлиять. В позитивном случае единица это строительство новых союзов, новых дорог, это инженерно-технические площадки, это переговоры, это заключение сделок, соглашения, в общем, все, что связано с началом чего-то нового. То есть старое, на него опираться нельзя. Это, кстати, касается не только страны, это в принципе. На старое опираться ни в коем случае нельзя. В вашей компании открывайте новые направления, открывайте новые, скажем так, отделы, нанимайте новых сотрудников, постоянно что-то обновляйте, потому что все новое будет иметь колоссальный рост. Плюс ко всему единица отвечает за сферу информационных технологий, имеется в виду, скажем так, информация как таковая, то есть не то, как она передается, речь не об интернете, а именно сама информация. Поэтому в следующем году будьте на пике своих возможностей в плане получения знаний, повышения квалификаций, поступления в телевизионные институты, освоения новых каких-то технологий и так далее. Это все будет очень активно развиваться. Ну и у нашей страны это позитивный ракурс, все, что новое, туда нужно идти. Посередине стоит 18 число, это, скажем так, некая стадия, что нам нужно сделать для того, чтобы получить необходимый результат. И как вы видите, 18 аркан у нас нигде не вышел, ни разу я о нем не говорила, это аркан комфорта, это аркан уюта, условно говоря, располагайтесь на своих посадочных местах и просто ждите, когда все наладится. Также 18 аркан, кстати, это аркан дизайна, это аркан ремонта, реконструкции. И здесь речь идет о том, что необходимо постоянно производить реконструкцию и усовершенствовать то, что вы имеете. Если в контексте про диагностирование, то мы говорим о том, что климатические изменения приведут к тотальному перестроению стратегии развития нашей страны. и это будет позитивный для нас ракурс. Тяга составляет 34,9%. Конечно, не очень высоко, но по сравнению с предыдущими годами очень хорошо. Это что имеется в виду? Я вам говорила о том, что что бы ни происходило в общем мировом сообществе, Россия обладает определенной степенью защиты, да, то есть нам ничего не угрожает. Но при всем при этом было бы неплохо еще выйти на положительный ракурс. Здесь я бы хотела, чтобы вы немножко свизуализировали. Помните фильм 2012, когда герои прилетели на определенный остров, и произошел взрыв, и их самолет попал в пепло, в огромное количество пепла, когда взорвался Йеллоустонский вулкан, насколько я помню. Помните, и самолет немножко начал прям захлебываться этим пеплом, вот наша страна сейчас находится именно в таком положении, когда мы захлебываемся теми старыми прошлыми моделями, от которых нужно избавиться. И вот тяга означает, когда мы делаем резкий старт вперед, отрезаемся от своего прошлого, и вылетаем на позитивную почву, где, собственно говоря, нам больше ничего не угрожает. Если мы посмотрим по тягам, обратите внимание, насколько интересно разворачиваться здесь картина. 2020 год, тяга составляет 0%, многие задавались вопросом, почему, понимая, что на самом деле произошло в мировом сообществе, и каким образом эти тенденции пришли на территорию всех государств, почему не предпринимается никаких усилий для того, чтобы что-то изменить, почему мы идем на поводу, тяга равна нулю, то есть нам не хватило бы силы, не хватило бы политического запала, чтобы выйти из этой ситуации. Смотрим с вами 2021 год, тяга составляет 3,7%, но в принципе что-то там мягенькое сказать мы могли бы, но это очень мало. Идем дальше, 2022 год, тяга снова 0, то есть несмотря на то, что у нас в 11 доме такие активные, яркие, позитивные арканы, у нас в первом доме, доме власти, мы говорим про 11 аркан, помните, когда было резко принято решение, и оно не совсем было по пятому аркану понято, но тем не менее люди в итоге оценили, несмотря на это тяга составляет 0%, более того, здесь перерублен канал перехода на позитивный лад. 2023 год, тяга 19,7%, и в 2023 году мы уже начали потихонечку, потихонечку, мягенько показывать свою силу. В 2024 году 34,9%, достаточно резкий скачок, где мы показываем, что наша страна будет уже для себя лидером. А теперь смотрите, что в 2025 году тяга составляет 100%, то есть выше нет. Это означает, что 2024-2025 год, это как в космических технологиях, когда ракета уже практически выходит на орбиту, она отбрасывает свои ступени и мгновенно вылетает на какие-то совершенно сумасшедшие яркие высоты. Поэтому нам осталось потерпеть буквально один год, 2024. Да, конечно, терпения нам придется приложить очень много, как и мужество, как я уже говорила, год будет очень сложным, континентальным, но если мы все правильно оценим, если мы немножечко потерпим и будем доверять тем судьбоносным эффектам, которые показывает нам сегодня кармы, то в 2025 году мы проснемся во-первых в мире, в котором всякие предпосылки к, скажем так, воинам уже отменены, где Россия, Китай, Иран и Индия являются крупными политическими державами и лидерами, где Запад уступил и понял, что собственно говоря, не с теми титанами он сейчас воюет, не на тех, как говорится, напал. Также мы говорим о том, что в 2025 году пойдет небольшой спад в вопросах климатических изменений, мы будем много внимания и денег вкладывать, чтобы укрепиться, и в принципе 2025 год тоже будет такой достаточно спокойный и комфортный год, в отличие от 2024, 2024 и следующий только в 2028 помните, будет крайне опасный неблагоприятный год. Нам вот чуть-чуть нужно проявить терпение и мудрость, чтобы выдержать все, что происходит. Будет ли сложно? Да, вы это видите по процентовке. Будет сложнее, чем в 2020 году. Будет ли опасно? Да, будет опаснее, чем в 2022 году. Но все это можно пережить и все это направлено на то, чтобы наша страна заняла то место, которое ей судьбой уготовано. Будут ли какие-то глобальные перемены, перестройки? К многому ли нам придется готовиться и многому ли нам придется учиться? Да, безусловно. Но все это придаст нам определенное ускорение и силу в развитии наших, скажем, политических амбиций. Так что настраивайтесь, отмечайте Новый год и вообще праздники с большой пользой для себя, потому что вот эти 10 дней отдыха, которые нам предоставляет наше государство, они должны быть насыщены, должны быть успокаивающими, потому что нам придется держать кулаки на протяжении всего года. И уже прям с 1 мы будем чувствовать, насколько яркие тенденции проявляются в 2024 году. То есть это будет прям вот очень насыщенный, очень эмоциональный период, не будет практически ни одного продуха, практически каждый день будет происходить что-то глобальное, потому что всего за 365 дней нужно сломать старое, построить новое. Ну что ж, друзья, я хочу еще раз вас поздравить с наступающим 2024 годом. Еще раз хочу пожелать вам мужества, мудрости и милосердия, доверия тем внутренним патриотическим посылам, которые рождаются внутри вас. Я хочу, чтобы вы почувствовали, насколько с одной стороны этот год будет сложным, а с другой стороны какая-то великая честь, какое-то грандиозное право жить в том время, в том месте, когда все настолько ярко меняется. Мы с вами не застали изменения имперского строя, но мы застанем те периоды, когда наша страна будет возвращаться к этим огромным траекториям развития. И многие говорили о том, что Россия однажды станет духовным потенциальным лидером, континентальным лидером. Сегодня мы живем в тот самый год, в то самое время, когда мы будем наблюдать, как могущественно, как сильно, как патриотично наша страна встает с колен и гордо несет флаг не только своего национального паритета, но и самое главное, помогает другим государствам сделать то же самое. Поэтому каждому в этом году хочется пожелать, конечно, дружбы, соединения сердец, мудрости, знаний, опыта, духовного и интеллектуального развития, конечно, сердечности, здоровья, силы духа, и самое главное, на всем понадобится очень много терпения и самое главное, друзья мои, без паники, все идет ровно так, как должно быть. И еще один маленький акцент хочу сделать уже для тех, кто изучает курс линейной диаграммы кармы, потому что можно получить дополнительное изучение благодаря гексограммной нумерологии. Раньше я этого не рассказывала, поэтому берите листочки бумаги, калькуляторы, давайте считать. Итак, у нас существует круг, в котором мы с вами рассчитывали определенную прогностику на 2020-2021 года. Наша задача просуммировать абсолютно все положительные числа, отдали все отрицательные. Здесь нам, те, кто изучал, вы знаете, мы выкидывали числа, здесь выкидывать ничего не надо. Вот как они стоят, плюс и минус и без разницы, мы просто их вместе суммируем. То же самое делаем с отрицательными значениями, получаем сначала положительную гексограмму, потом отрицательную гексограмму, ну а далее мы суммируем положительную и отрицательную гексограмму и прибавляем числа, стоящие в цикле. Так вот, что у нас получилась? Очень интересная картина, кстати, рекомендую посчитать на 2020 год, очень-очень многообещающий, говорят, инаки. Так вот, что касается 2024 года. Положительная гексограмма 49, она называется Г, и означает перемены. Ну, опять-таки, можно взять нашу книгу «Секрет династии сям», открыть 49-й код. Те, кто изучает книгу перемен, друзья, у нас совершенно другие толкования, поэтому, пожалуйста, на них не опирайтесь, все-таки лучше взять наше толкование. Перемены «Утро вечера мудренее». То есть, я вам на протяжении всего выпуска говорила о том, что этот год 2024 это полночь и нас ждет на утро. Через некоторое время ждет утро, это 2025 год. То же самое и здесь. Я вам говорила, терпите, надо все это преодолеть, что все это во благо. Утро вечером мудренее. Ну, здесь книга, конечно, дает дополнительное описание, я прочитаю кармический урок периода. В жизни в жизни редко случаются экстремальные ситуации и каждому человеку нужно не просто быть к ним готовым, но уметь быстро реагировать. Бывает, что человек заблуждается в верности своих решений, тогда ему предстоит пройти урок отказа. Не всегда стоит браться за первое, что приходит в голову. Кот учит работать с этими энергиями. Это совет от положительной кармы. В отрицательном смысле стоит гексограмма 26, она называется дачу испытания. Я тоже предупреждала, что год будет сложный и давайте посмотрим, к чему у нас придут наши испытания. 26 гексограмма. Самая большая победа это победа над своими слабостями и страхами. Ну и соответственно толкование. Наши страхи часто останавливают нас, мешая грамотно расценить ситуацию. Мы нагитаем обстановку, торопимся и суетимся лишь потому, что не готовы к сражению. Но великие люди проходят большие испытания, чтобы добиться того, что никому не под силу. Как мудрый гексограмм, нумерология, это вообще моя любимая. Итак, общая гексограмма, то есть, если подвести итог в целом, это 31 гексограмма, она называется сянь и толкуется как равноправие. Вот, сила одного творца приумножается другими во столько раз, во сколько крепок их союз. Это то, что я говорила, что остановит Третью мировую войну. Если удастся как можно быстрее выстроить союз четырех лидирующих государств, не на уровне рукопожатий, как было в 23-м году, а именно на бумаге. Чем быстрее это произойдет, тем быстрее свернутся все процессы, связанные с Третьей мировой войной. Ну, за исключением, конечно, Латинской Америки, там другая история. Многим кажется, что седина определяет знания и опыт человека, а также дает ему право получить тот или иной статус. На самом деле, каждый вправе добиваться любого результата в любом возрасте. Главное не отвергать шанс познакомиться с новыми или старыми тенденциями и традициями. Вот такие нам советы дает гексограммная нумерология. Обратите на нее обязательно внимание, потому что она очень мудрая и очень точная. Ну, а вам еще раз желаю счастливого Нового года! Редактор субтитров Корректор А.Егорова